Лилия, скажите, пожалуйста, к беременности вы готовились, правильно? Да, конечно. Эта пациентка врача-гинеколога готовиться к рождению ребенка начала заранее, еще до зачатия. Но далеко не все женщины детородного возраста такие сознательные, говорят специалисты. А между тем, репродуктивное здоровье у населения все хуже. И одна из причин – женщины стали поздно рожать. Первого ребенка в нашем крае в среднем в 29 лет. Во многих других регионах – ближе к 36. К этому возрасту, утверждают врачи, будущие мамы, как правило, имеют несколько заболеваний. Какие сейчас у нас наиболее часто встречаются соматические заболевания при беременности? Это, конечно, БИЧ, заболевания эндокринной системы, в том числе гистационные и сахарные диабеты. Все более распространенным становится и бесплодие. И в 50% случаев, говорят медики, пара не может зачать из-за проблем у мужчин. У меня, например, была супружеская пара, у которой было 8 беременностей, которые закончились медикаментозными абортами. Потом они захотели все-таки родить ребенка. Вот, и не получалось. Мы обследовали мужчину, оказалось, что у него азоспермия, то есть это отсутствие сперматозоидов в сперме. Вот, выяснилось, что мужчина поработал на вредном производстве, на него подействовали какие-то химические факторы, вот, и сперматогенез прекратился. На сохранение мужской и женской функции и профилактику бесплодия направлен специальный медицинский скрининг репродуктивного здоровья, который включили в программу диспансеризации населения. Пока подробностей о том, как его будут проводить, нет. Но известно, что привычные обследования гинекологам и андрологам дополнили рядом исследованиям. Бесплатные УЗИ, анализы на половые инфекции для мужчин спермограмма. Прежде всего, диспансеризация коснется женщин 18-29 лет, на втором этапе 30-49. Их репродуктивные планы мы будем выявлять при любом обращении за медицинской помощью. То есть они будут на этот вопрос отвечать. Если они отвечают, что у них есть репродуктивные планы, что они намерены все-таки иметь большее количество детей, чем имеют на данный момент, они будут вызываться активно. Это единственное изменение, которое население почувствует. Оценивать репродуктивную функцию жителей края, как и всей страны, начнут уже в этом году. По мнению авторов новой инициативы, профилактические медосмотры в конечном итоге позволят повысить рождаемость. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком.